МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в среду, 3 октября. В студии работает Андрей Тен. Итак, коротко о главных событиях. 200 тонн сахара поступит в стабилизационный фонд Карагандинской области. В областном Акимате обсудили повышение цен на продукты, а также формирование сельскохозяйственного стаб-фонда. Карагандинской средней школе номер 41 присвоено имя выдающегося деятеля Ахмета Байтурсынова. С праздником учителей и школьников поздравил заместитель Акима области Жандос Абишев. 500 килограммов конопли сожгли в одной из котельных курада Абай. В Карагандинской области полицейские продолжают вести широкомасштабную операцию Кокнар-2018. А теперь подробнее об этих и других событиях. В Карагандинской области заранее заботятся о том, чтобы в межсезонье горожане могли купить картофель и овощи по нормальной цене. Для этого сельхозтоваропроизводители по просьбе властей часть своего урожая сдадут в стабилизационный фонд региона. У овощеводов в нынешнем году неплохой урожай. На сегодня собрано более 18 тысяч тонн картофеля. С полей убрано 34,5 тысячи тонн овощей. Глава региона Ерлан Кушанов отметил, что на днях он встречался с крупными сельхозпроизводителями области. Все готовы, как в прошлом году, по налоге на стаб-фонд отпустить продукцию по фиксированной цене. Практически по цене сельстоимости. Меморазума подпишите. Я думаю, это очень хорошее. Мы прошлый год не допустили благодаря вот этим мерам рост цен. Особенно в межсезонье. Февраль, март. Урожай хороший. Я на выходных посетил Нуринский район. На прошлой неделе выходные посещал по Сакаровске. Практически все поля объездил. Урожай очень хороший стоит. И со своей стороны государство обеспечило регионы удешевленным топливом. Дополнительно сколько? 2000 тонн мы даем? 2000 тонн. 2000 тонн, да. Техника есть на полях. Все вопросы решены. Только осталось грамотно организовать необходимую работу. Пока есть погода. На аппаратном совещании обсуждалась и нынешняя ситуация по сахару. По официальным данным в регионе розничная стоимость сладкого продукта выросла на 2,9%. По сахару у нас идет цена немножко в рост пошла. Мы его отметили. 2,9%. Интервенция есть? Интервенцию, да. Мы стабфонд провели. В принципе через ТОС павильонный отрабатываем вот эти 140 тонн. Будем реализовывать. Достаточно? Сдерживаться. Ну пока достаточно. Мы же еще закупаем 200 тонн. Закупаем 200 тонн, да. В областном Акимате заявили, что сахар по удешевленной цене продается в социальных павильонах и крупных супермаркетах. Правда, по 3 килограмма в одни руки. В скором времени в стабилизационный фонд поступит еще 200 тонн сахара, закупленных в России и Беларуси. По имеющимся расчетам, потребность области в сахаре составляет 2000 тонн в месяц. Андрей Тенджа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Важное событие отметили в школе номер 41. Ей присвоено имя выдающегося деятеля Ахмета Байтурсынова. В праздничное мероприятие принял участие заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. Теперь ученики этой школы должны знать биографию и работы Ахмета Байтурсынова. На торжественной церемонии мемориальную доску открыли внучка Ахмета Байтурсынова Айман Байсалова и заместитель Акима области Жандос Абишев. Почетная гостья рада, что средней школе номер 41 присвоено имя ее предка. Она пожелала ученикам успехов. Я очень рада, что школе дали имя дедушке. Сама я своего дедушку не видела. Про рассказы мамы запомнилась только то, что когда мне было год и 8 месяцев, мы с дедушкой были в музее. Поздравляя с таким днем, я желаю школе процветания, а школьникам успехов. Здесь вместе со школьниками собралась интеллигенция. Также отмечается, что от имени областного Акимата школе вручен кабинет робототехники. В своей речи во время торжественного открытия Жандос Абишев с уверенностью сказал, что школьники будут достойны имени великого казахского деятеля. Я уверен в том, что школьники будут достойны имени великого казахского деятеля, а также, что молодежь будет непременно работать во благо своего народа. Помимо республиканских и городских научно-практических конференций, здесь традиционно проводится научный марафон Алаштану. Цель подобных мероприятий – развитие исследовательских способностей учеников. Примечательно, что и школьники отмечают важность и значимость мероприятия. Это также было подмечено участникам прошлогодней Олимпиады Алаштану. Ахмед Байтурсынов, он определенно заслуживает, чтобы в его честь называли школу, доставили ему памятники, потому что он являлся очень важным человеком в становлении казахской независимости для казахского народа, для республики Казахстан в целом. Мероприятие продолжилось в музее-мастерской школы. Здесь были продемонстрированы фотографии, а также фильмы об Ахмеде Байтурсынове. 2 октября знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин посетил Караганду. Экс-чемпион мира в среднем весе побывал в физкультурно-здоровительном комплексе в Майкудуке. Спортсмен ознакомился с работой секции, а также пообщался с воспитанниками спортивных кружков. Геннадий пожелал будущим спортсменам успехов и побед. Для детей визит кумира стал большой неожиданностью, поскольку визит носил неофициальный характер. Напомним, что 16 сентября в американском Лас-Вегасе состоялся повторный бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом. Согласно решению судей, Геннадий проиграл. Однако для всех карагандинских поклонников он навсегда останется чемпионом. Ветераны образования Карагандинской области напутствовали молодых учителей, а также делились опытом. В областном центре провели торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню Учителя. Молодые школьные учителя приветствуют ветеранов образования. И это не случайно. Именно школа славится преемственностью поколений. Именно здесь опытные учителя становятся наставниками не только для своих учеников, но и для молодых специалистов, недавних выпускников педагогических вузов. В мероприятии приняли участие молодые учителя, которые только в этом году приступили к работе в школе. Сегодня ветераны с ними встречаются, дают напутственные слова. Я думаю, что в канун праздника для них это будет очень важно, потому что когда такие умудренные опытом поделятся своим опытом работы, дадут наставления, и я думаю, для молодых специалистов это будет всю жизнь таким, знаете, ориентиром для того, чтобы хорошо работать. И в рамках обновленного содержания образования вот этот труд учителя, он еще более такой, знаете, должен раскрыться нам. Поэтому я думаю, что в канун праздника это для нас и для всех очень важно. Сегодня эра информационных технологий. Это накладывает особый отпечаток на педагогическую деятельность. Однако не стоит игнорировать опыт старшего поколения, считают организаторы мероприятия. Увлечь обучением школьников, а также их родителей, пока это не под силу ни одной машине. Должен любить свою профессию, должен гореть, и должен любить, самое главное, детей. Такие слова на путь все были сказаны нашими ветеранами. И в ответном слове прозвучала очень серьезная мотивация наших молодых специалистов. Они готовы к труду, к этому нелегкому. Мы сказали, что труд учителя нелегок, интересен. Нужна большая вдумчивость, нужны знания, нужна самая главная любовь к ученику. Если будет любовь к ученику, у учителя молодого все получится. В рамках встречи также обсудили нововведения и реформы сферы образования и роль педагога в современном обществе. Не меньший интерес участников вызвала возможность задать вопросы своим старшим коллегам. Андрей Тенц, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Около 500 килограммов конопли сожгли в городе Абай. В регионе активно продолжается оперативно-профилактическое мероприятие КОКНАР-2018. Ширкомасштабную операцию полицейские проводят по всей республике ежегодно с июня по октябрь в период созревания конопли. На первый взгляд сразу и не скажешь, что эта обычная на вид трава является наркотиком. Обширные заросли конопли были обнаружены в степи возле второго микрорайона города Абай. Данный факт был выявлен сотрудниками межрегионального отдела по борьбе с наркобизнесом. Стражи порядка собирали дикорастущие растения в течение трех часов. Для того, чтобы семена не распространялись и не прорастали в дальнейшем, уничтожение происходит в печи. По словам сотрудников полиции, такого рода мероприятие в регионе Абай проводится впервые. Вообще, это дикорастущее наркотическое средство, вроде конопля. И, скорее всего, как распространение пыльцы, произрастание произошло на территории нашего района. Специально засеивать это нужно было, чтобы за ним ухаживали. Но это как дикорастущее в районе, которое не охватывается трудом человека. Поэтому нельзя сказать, что оно было специально засажено. Широкомасштабная операция «Кукнар-2018» продлится до 31 октября. Главной ее целью является выявление преступных группировок, занимающихся заготовкой и вывозом наркотических средств. Ежегодно в период проведения «Кукнар» регистрируется порядка 4 тысяч уголовных наркоправонарушений. Из незаконного оборота изымается свыше 30 тонн различных видов наркотиков, а с учетом ликвидированных наркопосевов – более 130 тонн. 1 октября в Казахстане истек срок уплаты налогов. Напомним, что с нового года вступили в силу некоторые изменения. В частности, предусмотрены обширные санкции для злостных неплательщиков налогов. Эти изменения уже вызвали ажиотаж среди казахстанцев. А вы успели заплатить налоги? С этим вопросом мы обратились и к жителям Караганды. Новый налоговый кодекс содержит значительные изменения и поправки. Важно отметить, что изменилась сама идеология налогового кодекса. Теперь она направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Мы попытались выяснить о том, насколько проинформированы жители города об этих изменениях и поправках. Ничего не знаю пока. Я плачу налоги, умею плачу, но есть что-то новое, ничего не знаю. У меня неизвестен налоговый кодекс. Я как-то не смотрю за этим. Хочу сказать, что с 1 августа на портале ИГОВКЗ появилась новая услуга по оплате налогов и обязательных платежей в бюджет. Что, конечно, очень сильно облегчает работу, оплату налогов. Любой предприниматель и работник может, не затрачивая времени, оплатить налоги. Очень удобная услуга. И это все на сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском. И вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!